В Тверской области в два раза повысили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Решение принято на заседании регионального правительства. При этом увеличилось и количество тех, кто эти выплаты сможет получить. Подробнее в первом материале выпуска. В 75-летний юбилей Великой Победы Тверская область станет одним из центров проведения памятных мероприятий. Несмотря на активную подготовку региона к принятию большой делегации гостей, поддержка ветеранов Верхневолжья всегда стоит на первом месте. Это отметила глава области, выступая перед министрами на заседании правительства. Хотел бы обратить особое внимание на необходимость поддержки наших ветеранов. К сожалению, их у нас становится с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание этим для нас дорогим людям. Это и социальная поддержка, и медицинское обслуживание. И обязательно наша задача учитывать условия их проживания. На сегодняшний день в регионе проживают 11 917 ветеранов. Им предоставляются единовременные выплаты, размер которых год от года возрастает. Если в 2016 году эта сумма была на уровне 5 тысяч рублей, то в этом составило уже 10 тысяч, а в следующем поднимется до 25. Мы приняли решение о выплате единовременно 25 тысяч рублей. И по приравненным категориям сейчас мы ведем работу. Там будет тоже от 5 до 15 тысяч рублей. В зависимости от категории ветеранов, дети войны, узники, лагерей. Все эти решения будут приняты до конца текущего года. Это одно из немногих действий, которые мы могли реализовать в качестве благодарности. Я думаю, ничто по сравнению с тем, что для нас сделали наши ветераны. Кроме того, выплаты с 2020 года смогут получить еще несколько категорий. Так, по инициативе Игоря Рудени в число получателей были включены труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также дети войны, статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек. Мы буквально недавно приняли закон о детях войны. Сейчас мы развеем эту тему, в том числе и по мерам поддержки. Кроме финансовой поддержки, ветераны войны могут участвовать и в программе по улучшению жилищных условий. Так, в этом году такой возможностью воспользовался 41 человек. Кроме того, региональные власти оказывают денежную помощь в газификации домов и квартир, компенсации по изготовлению и ремонту зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.